Жителей нету таких, такого количества. А голоса есть. Поэтому Ростовскую область закрыть, всю администрацию выгнать вообще, всю полностью. Не только губернатора. Всё криминальное там. Я в детстве слышал дурацкую фразу. Одесса мама, Ростов папа. Это хозяева преступного мира Советского Союза. Одесса мама, Ростов папа. Думаю, что такое? Вот прошло 60 лет, теперь я понимаю, что такое. Самый преступный, самый грязный, самый криминальный город Российской Федерации. И Единой России не стыдно говорить, что они там победили. Вы победили в криминальном городе? Значит вы с этим криминалом, с этими бандитами. Вы, партия большинства, вам позор. Вы сделали болотную. Мы не вышли на болотную. Если бы мы вышли три партии на болотную, вам был бы конец. Никаких волдаев у вас не было бы. Никаких выборов президента не было. Если бы мы пошли в декабре на болотную. И мы еще сдерживаем себя. И благодаря за это вы нас макаете в грязь. Макаете каждый день. Каждый час. И я всем позвонил. И Неверову, и Чурову, и президент. Всем. И что толку? Что толку? Получается вся власть с криминалом. Это что, позор? Это что такое вообще? И вы там выступаете перед политологами всей планеты. Это чудовищно. Да стыдно. Какой Валдай закрыт форум. Чтобы близко не было такого форума. Сперва, вы видите, порядок у себя. Мы будем праздновать 20-летие Конституции. Конституцию приняли. А где демократия? Где свободные выборы? Согласилась власть. Уже так обнаглела. Да, впервые в Москве провели якобы честные выборы. Сама власть уже себя изобличает. Значит, все выборы предыдущие были полностью грязными. Поэтому мы три фракции вышли отсюда в девятом году. Когда в Мосгордуму провели выборы так же, как в Ростове, в Кемерово или в Башкирии. Это чудовищно. Это отвратительно. Поэтому как можно так делать вообще? Ну что вы делаете себе 52 мандата? Ну что, если у вас будет 32 и будет большинство? Ну отдайте честное ЛДПР и КПРФ. Справедливая Россия там тоже вбрасывала карусель, и они возбудили два уголовных дела. Ну что вы сами создаете проблему? Вы сами создаете проблему, чтобы потом искать пути, как ее решить. Как решить проблему? Ну что вы, с ума сойдете, если вы отдадите законные нам мандаты? Ну у нас 10. Подавитесь, возьмите 8. 9 возьмите. Ну один оставьте, у вас есть совесть. Чингисхан оставлял больше. Гитлер оставлял больше. Чем вы? Вы что делаете, Единая Россия? Вас же проклянет весь народ наш. Все вас проклянут. И вы будете бояться сказать, что вы из этой партии. И Собянин уже пошел не от вашей партии. Ему стыдно. И Путин не пошел президентом от вашей партии. Если им стыдно, то нам противно. И вы доиграетесь. Мы вам другую болотную устроим. Понимаете? Это будет другая болотная. Это не вшивая интеллигенция. И богатенькие вышли. А мы выведем людей всех недовольных. По всей стране. Если этот произвол будет продолжаться. Вы не способны проводить честные выборы. Объявите о самороспуске. И уйдите проще всех парламентов. Российской Федерации. И давайте проведем досрочные выборы. Пожалуйста. И досрочные выборы президента. Пожалуйста. Вы устроили фильтр с губернаторами. Вы издеваетесь над нами. Дадим подписи? И при этом вы на наши места посадили ваших депутатов муниципальных. Это куда дальше идти? На наши места посадили членов избиркомов. На наши места посадили наблюдателей. И потом пишите фальшивые протоколы, что все выборы все признали. Никто не признал никакого выбора. Позор вам, Единой России и всей вашей власти. Пропадите пропадом. Убирайтесь вон. Подлость, гадость, преступники. Ненавижу вас. Негодяй.